И пятое, шестое, значит, пятое, информирование о ведении записи. Информирование подопечного о том, что вы ведете запись. Это классическая история. А люди премия стал антиополь. Если человек пришел к вам и знает, что вы ему поможете, он соглашается на это. Нельзя, и еще раз подчеркну, это речь идет о частных встречах один на один. И так вам никому этого делать не надо. Я вам говорю о том, что так происходит, но вам этого никому делать не надо. Почему? Потому что, чтобы быть этим человеком, оказывающим такую помощь или такое служение, нужно иметь практику, опыт и образование. Нужно научиться массе навыков. Другими словами, когда человек-специалист, мы говорим о хорошем мастере своего дела, он, компетентность в нем, как знание, которое в нем, оно с ним ходит. Он один на один встречается с человеком, и то, что он имеет, оно в нем. Речь идет о мастерстве определенном, которое уже есть внутри человека. И он к таким людям приходит на встречи, потому что знают о том, что они как раз те, кому следует обратиться. И информирование о ведении записи. Во-первых, почему это необходимо? Потому что если человек сам по себе... Ну, короче, если вы тот специалист, который встречаетесь с людьми, и вы установили границы, и вы, когда заканчивается встреча, закрываете дверь за этой проблемой, и вы не носите все, что вы сейчас слышали в своей голове и в своей душе, вы должны абстрагироваться, вот так закрыть дверь после встречи и закрыть ко всему, что вы сейчас слышали. При таких... Ну, тогда нужны записи. Ну, это нормально. Если вы собираетесь это в голове у себя носить, это плохо, но и отсутствие записи, оно вас не защищает. Я вам расскажу один пример после последнего пункта – конфиденциальность. Конфиденциальность. Конфиденциальность, она должна быть абсолютно понятна. Человек, кто... Если это происходит в общине, давайте поговорим. Вот, предположим, есть душепопечитель, в общине о нем знают, и лидер домашней группы, или мадрих, он ведет человека, и он понимает, что этому человеку хорошо было бы пойти к душепопечителю. Мы... Ну, у нас так практикуют. Почему? Потому что я лидером домашних групп на каком-то этапе запретила консультировать семейные пары. Исну, почему. Потому что они давали такие советы, которые абсолютно противоречили вообще пониманию, ну, как должно помогать людям в семейных проблемах. Да. Я когда узнала, что лидер там, когда узнает о проблемах в семье, что он советует жене, я испугалась реально за последствия. Один раз, второй раз. Когда мы начали с лидерами говорить о том, что вы не можете такого делать, вам не разрешено такое делать. Ну, это ж... А где написано, что не разрешено? Знаете, мы же тут все братья и сестры. Вот эта ответственность за результат, ее еще нужно тоже принять. Вот это понимание, что ты можешь навредить, оно людей не пугает. Когда они дают совет, их не пугает, что они могут вообще поломать кому-то жизнь. Нет этой ответственности. И при моем длительном настаивании, чтобы не давали советы относительно семейных пар, я знала, что это нарушалось систематически. То есть я там в качестве совета говорю, не консультируйте семейные пары, ла-ла-ла, и так и узнаю. Там сказали, там сказали, там сказали. Вот. И тогда мне пришлось собрать лидеров при свидетелях, сказать, я строго-настрого запрещаю это делать. Вот. Потому что, ну, наносили вред по-человечески хорошими своими там желаниями. Знаете, как медвежью услугу людям, людям оказывали. Вот. Потому что при консультировании семейных пар существуют тоже свои правила. Вот. Конфиденциальность, она должна давать человеку безопасность. И вот почему я про общину заговорила. Представьте, что лидер домашней группы к вам посылает человека, а вы душепопечитель. И вот этот человек приходит к вам и начинает рассказывать о своих проблемах, и оказывается, что он просто не переваривает лидера. И там начинает рассказывать, почему и как, и что. И вы попадаете в такую дурацкую вообще ситуацию. Да? Вот она нехорошая, она сама по себе очень странная. И почему я говорю, что вот эти вот один на один могут быть для человека, не знающего этого служения, не имеющего мастерства, могут быть ловушкой. И вы попадаете, и люди нарушали эту конфиденциальность, они шли и докладывали лидеру, что сказал тот человек. И это ужасное, грубое нарушение. Потому что если ты мастер, то ты выведешь человека, вообще тебя не должно цеплять, что он сказал. Он приходит в место безопасное. Ты должен ему гарантировать безопасность, что бы ты ни услышал там. Если это не наносит вред другому человеку, это важный момент. Если это не наносит вред другому человеку. Я знаю несколько историй лично в моей общине, когда я не могла помочь людям. Не могла помочь людям. Они меня просто не переваривали. Я никак не могла понять, что вы тут делаете. Вот. Это же разговариваю с сестрой, говорю, ты, ну ты же когда пришла, ты же не в невменяемости была целый год, ты пришла в эту общину. Тебе, ну ты сюда пришла, ты меня видела. Я не через год вдруг появилась. Ну тут я все время была. Как-то же понять надо это. И когда с этим человеком, с ним начал разбираться другой, это нормально, чтобы на меня, на красную тряпку, чтобы человек не реагировал, кто-то другой. То выяснилось, выяснилось, что эта сестра, она, она жила в семье с жутким женоненавистничеством, с жутким унижением женщины как таковой. Отец издевался над мамой. Это насилие, физическое и сексуальное насилие. Это систематические домогательства с такими словами, которые личность в личностью не оставляют вообще. Это не уничтожение женского пола в семье было. от жены до дочерей. И когда эта сестра абсолютно поврежденная, она пришла в общинбу, я, то есть моя персона, она ее просто вырубала. Понимаете, она не могла видеть, потому что для нее женщина это там та, которая не имеет права, она носила внутренний стыд, нет, не будет времени у нас разбирать отличие вины от стыда. Вина, она говорит, что я сделал что-то плохое. Стыд – это проклятое состояние души, которое говорит, что со мной что-то не так. Понимаете? Это такая разница, как между небом и землей. Когда ты чувствуешь вину за содеянный поступок, ты его исправляешь, и все нормально. Если ты носишь на себе клеймо, на душе с тобой что-то не так, ты носишь чувство испорченности. Испорченности. Это изуродованная личность. Понимаете? И вот эта женщина не может быть нормальной. Вот этот стыд по поводу своего происхождения, он очень сильно в ней провоцировался, когда она видела меня. Она делала перенос, понимаете? И она не смогла с этим справиться. У нас тогда не оказывали хорошей помощи вот такой. И ей нужно было, честно говоря, уйти из общины, помотаться. Длительный процесс она вообще такого самоизбиения проходила, чтобы мы потом с ней встретились, и произошло примирение вообще. Ну как бы суть вообще проблемы, она была налицо. Поэтому иногда неважно, как человек относится к другому, что он говорит про другому. Важно, когда вы ему помогаете, вы должны понять, чего же его так колбасит от того второго. Что с ним не так? Не с тем, на кого он жалуется, а с ним что не так? Вот это помощь человеку. Да, вот я перебежала. Пример рассказала, все. Вот какой пример я хотела. Проведение записи. Однажды моего супруга вызвали в милицию. В милицию произошел несчастный случай в Черновцах. С девятого этажа выбросился ребенок, маленький, четырехлетний мальчик. И, ну, я не была на слушании, я всего там не слышала и не видела, но суть такая, что как-то то ли милиция перепутала. Ну, в общем, его мать, она ходила в невменяемом состоянии по вокзалу Черновицкому и говорила о том, что она принесла своего ребенка в жертву. И вроде бы, ну, так мне рассказывали, что милиция говорила, что она говорила об этом раньше, чем он бросился, находясь дома. Ребенок сам выпрыгнулся то ли с девятого, то ли с седьмого этажа. И она посещала домашнюю церковь, друзья. Газета сделала общину так, напугала население так о зомбировании сектами и прочим, и прочим, и прочим. То есть на самом деле у женщины был диагноз с детства. Он принимал иногда форму незаметную, иногда она обострялась, но с детства она находилась на учете, и вот как-то оно все обострилось. Она была помешана на проповедях Димы Масона. Когда милиция пришла в дом, вы представляете, когда у человека коробками проповеди Дмитрия Масона, Игоря Касавана в 90-х, было сплошные проповеди, она слушала эти проповеди, она цитировала местописание. И, конечно же, когда это произошло, почему-то мама скрыла, что у нее был диагноз. Мама скрыла, что они ходили за помощью к докторам, обращались. Газета прописала зомбирование, то есть это было нашумевшее дело на самом деле. И нас там прошерстили очень хорошо, чем же мы там занимаемся в наших домашних группах, что вот такие вот вещи происходят и так далее. Люди были напуганы нашими общинами из-за этого случая. Поэтому вы должны понимать, что когда человек к вам приходит за серьезной, глубокой помощью, наверное, речь идет о том, что это уже не просто так. Уже есть причина, почему человек обращается за особой помощью. И хорошо иметь запись. Это правильно. Не для того, чтобы ее кому-то потом показать. Ни в коем случае. Итак, закончили с пунктами частных встреч. Теперь групповые встречи. Я вам прочитаю. Вот у меня специальная тетрадь есть по групповым встречам с собой. Большинство пунктов там повторяются, но я назову несколько, которые… Два, которые связаны конкретно со спецификой работы в группе. Групповые встречи. Первое. Они проходят в рамках какой-то программы. Существуют программы. Вчера мы вспоминали об энкаунтере. Это программа. Это рамки программы, где есть крыльца вкл и выкл. Начало и конец. Какие программы вы знаете по вот такой помощи людям? О каких программах вы слышали? Что вам приходит на ум? Какие программы существуют? Рэп-центр. Это программа. Человек не просто туда приезжает жить, он приезжает проходить определенную программу. Группа помощи, перенесшим насилие. К сожалению, я думаю, что, к сожалению, такую помощь людям оказывают вне общин, вне церкви, если вы знаете. Как вы считаете, что не могли бы люди, знающие Бога, помогать этим ребятам? Не временную примочку получить, а еще к Богу обратиться, как вы думаете? Конечно. Конечно, правда. Потому я говорю, что когда выливаешь воду, не вылей ребенка. Социальные группы помощи по работе с сексуальной ориентацией измененной. Работа с гомосексуалистами. Я знаю реальные случаи, где людям помогли. Группа по управлению гневом. У нас это еще не практикуют, но я считаю, что, по-моему, настал серьезный момент, когда она нужна. Сейчас с фронта возвращаются очень сильно эмоционально, душевно поврежденные люди, которые видели смерти, которые пришли инвалидами. И это выпивка, это поножовщина, это мат, это люди, которые уже повреждены. Честно говоря, я так пару раз попадала в рядом, где они находятся, но мне страшно было. Они приезжают с защитниками родинами, когда возвращаются в социум, они там выглядят больше как бандиты. Потому что у них агрессия, вот это, и им что-то с этим надо делать, и им кто-то должен был бы помочь. У меня преподаватель в семинарии, такой, честно говоря, пример, он преподает историю. Он был в Чечне. Он был в Чечне, и когда он рассказывает о себе, что с ним было, вот на него смотришь, это невозможно представить, что это один и тот же человек. Он, когда вернулся из Чечни, он пил и дрался. И он говорит, что он бешеный был, ненормальный абсолютно, ничего с этим сделать не мог. Гнев. Говорит, что он до сих пор ночью кричит. Это уже очень много лет прошло, когда там Чечня была еще при Союзе. Он до сих пор ночью кричит в агониях. И он рассказывает, что вот поиск Бога, вообще вот этот поиск души, поиск исцеления души очень такой длительный, помог ему становиться на ноги как Личности. Но он далеко, он очень сильно отличается от нас с вами. Зная вот то, что с ним было, он такой ведет чуть ли не эмоционально, чуть ли не эскетический образ жизни. От очень многого отказался. Ну такое, как такое, знаете, монашество в мире. Вот монашество в семье. Вот так он живет, чтобы жить, чтобы выживать. Ну так, это мой взгляд со стороны. Как я вижу, как он отличается от евангельских верующих. Вот такой пример вообще святого человека на самом деле. Этим людям нужна помощь. Вот, и поэтому эти встречи проходят в рамке программ. Раз. Второе. Групповая конфиденциальность. Я хочу вам это показать. Как существует групповая конфиденциальность? Как это может быть? У нас восемь человек. И как она может быть конфиденциально? Когда говорят, что там, где два человека знают, уже знают все. Как может быть конфиденциальность? Я хочу вам показать программу, которую проходила я. И очень много людей. В нашей общине вот эта тетрадь моего супруга. Свою я не нашла почему-то. Его взяла. Групповое соглашение. Оно имеет подписи, дату. Я его прочитаю. Я согласен придерживаться строгой конфиденциальности. Это предполагает не разглашение как информации, которая обсуждается в группе, так и имена участников группы, ни во время, ни после окончания обучения. Я принимаю конфиденциальность как необходимое условие для сохранения доверия, и я буду чтить его. Второй пункт. Я готов переосмыслить проблемы из моей прошлой жизни, осознавая их влияние на мое настоящее поведение и взаимоотношение с окружающими. Я согласен взять на себя личную ответственность за свое благополучие. Буду кое-что пропускать. Дальше слушайте внимательно. Это то, что нарушали систематически, когда я была в такой группе. Люди же подписываются, а мы такие. Мы все свободны в благодати. На наши правила вообще не работают. Это просто потрясающе, как оно работает в церковных кругах одинаково. Все это подписывают. Послушайте, я согласен использовать утверждение «я» вместо «ты». Например, я чувствую, я буду, а не «ты должен» и «ты обязан». То есть человек подписывается в том, что он не имеет права говорить «ты», «тебе надо», «ты», «я бы тебе посоветовал». Слово «ты» должно быть убрано вообще из групповой терапии вот этой. Я согласен с тем, что каждый человек имеет право на собственные чувства, и я не буду за это судить, несмотря на то, что иногда их чувства могут существенно отличаться на моих. Люди дают обязательства для участия в такой групповой терапии и нарушают их, я свидетель. Как только начинают в группе люди высказываться искренне по поводу того, что они думают, начинается «да нет, да что ты несешь?» Вот это место описания говорит то. Все, этого делать нельзя, но это делаем. Я осознаю, что я могу изменить только себя. Я согласен вытеснить, в кавычках, я не могу, заявлением я выбираю. Там, чего-то там не делать или делать. Я согласен уделять время для выполнения заданий дома, молитвы и прочее. Я согласен посвятить время десяти занятий по этой программе. Я согласен не прикасаться к другим. Я согласен не прикасаться к другим, не спросив и не получив на то разрешение. Знаете, эти возложения руки, ног, вот это тоже. На голову. А есть люди, которые не понимают, почему этого нельзя. Я думаю, что не понимаешь, смирись и слушайся. Вот есть два варианта. Либо ты слушаешься, либо ты понимаешь и не делаешь, либо ты слушаешься и не делаешь. А есть люди, которые не понимают и послушаться не могут. Вот, ну, давайте поговорим психологически об этой проблеме. Вот, как это выглядит, иди сюда. Ну, вот скажите мне, как выглядит. Вот вы люди, вот считайте, что вы пришли с улицы. Вот когда я вот так вот делаю. Вот кто я для Наташи, больше или меньше? С улицы каждый это понимает. В церкви не очень. Что вот это право большинства, его нужно получить, это право. Понимаете, вот это право давать, якобы, вы же даете в этот момент, что там помазание, благословение. Спасибо, Наташа. Нужно, чтобы человек разрешил вам это делать, чтобы была на это его воля. Правильно? Давай, сестра, помолимся, примиримся. Господь, благослови ее, дай. Все, это не примирение. Это уже метка территория, кто больше. И это просто движение, это просто знак, это просто какое-то поведение человека, но оно читаемо, оно несет в себе послание. Поэтому прикасаться тоже вот люди дают, а обещание нельзя этого делать. Я согласен, что если я отказываюсь от употребления, а что-то там от химических препаратов и наркотиков во время посещения, и вот я понимаю, что мои действия, что мои действия, каким-либо образом причиняющие вред личности или исцеление кого-то из членов группы, могут быть причины прекращения моего обучения и посещения группы с условиями ознакомлен, согласен их принять, дата, и такой лист остается у куратора, у модератора группы, дающий ему юридическое, ну условное юридическое право человека выставить за пределы группы, если он не придерживается этих правил. Это все члены группы подписаны? Да, все, абсолютно. А вы нам оставите? Я не думаю, ну, вот это... Я имею в виду, что мне лично оставите, а нашим лидерам было бы не плохо. Да, я даже думаю, что можно такую тетрадь где-то получить, но это нужно, это тетрадь программы, это в рамках программы происходит. Вот, что дает такой документ? Вот, вот потрясающе, это просто бумажка, но оно дает какое-то успокоение в том, что ты можешь здесь доверять, и уровень доверия, он растет. Уровень доверия, совершенно верно, защищенность, он начинает формировать без чувства безопасности нахождение в этой группе. И в один день это не происходит. Обычно люди начинают в группе раскрываться где-то с четвертого дня. Кто-то с третьего, кто-то с четвертого дальше. Первые встречи... Итак, душепопечение происходит иногда в рамках программы. Если это хороший мастер своего дела, опытный служитель, тогда это может происходить один на один. И мы перейдем к следующей теме, плавно вытекающей из темы конфиденциальность. Это исповедь. Давайте несколько мест запишем. Исповедь Матфея 3, 6. Они погружались в Иордании, исповедуя грехи свои. Мы все там эти картины видели. Люди идут, их в воде погружают. Исповедовали грехи свои. Куда и кому они их исповедовали? То есть мы знаем, что там было. Вопросы, что и как. Они шли, погружались, исповедовали грехи. Как происходила исповедь? Кто-то может мне сказать? Библия об этом нам не говорит. И вот тут, там, где не говорит Библия, в разных традициях, пишут каждое свое художественное сочинение. О том, как происходила исповедь. Там, где не любят страшенно католиков, говорят, что исповедовались только Богу. Потому что у католиков и у православных тема исповеди очень развита. Человеку-священнику. Поэтому у всех, кто... Теология реакционная, да, я говорила, мы наоборот, пойдем другим путем, то там только Богу. Там людям не, не, ни разу. Никому. Вот тоже пока вопрос, куда исповедовались, непонятно. Деяние 19-18. Многие же, то есть, отметьте себе, не все, многие. Деяние 19-18. Многие же изуверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Поставьте себе знак вопроса, кому они приходили и открывали дела свои. Зачем вообще это надо было делать? Друг другу можно. Можно. Ну вот приходили и открывали дела свои. Зачем-то. Некоторые или многие это делали. Почему-то. 1 Иоанна 1, 5-10. Большой текст уже побольше. И вот 1 Иоанна 1, 5-10 стихи. И вот. Благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же не ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Ишуа, Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи, опять непонятно кому, наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет у нас. Текст достаточно большой. Во-первых, он говорит, что люди, которые живут во свете, имеют спокойно открытое доверительное общение. Но это однозначно об этом речь. Это не просто здороваются. Потом он говорит о том, что именно эта открытость и это общение позволяет, и это уже не наша часть, крови, Ишуа, вот это очищение происходит из-за общения друг с другом, очищается от всякого греха. И вот вопрос, вот мы мистики или больше такие, отвечаем на вопрос как? Как происходит это очищение? Человек в этом участвует или нет? Мы разговариваем друг с другом, друг с другом, и в это время происходит очищение от всякого греха. То есть без нас. Без нас. Что если бы мы представили, что очищение происходит, потому что люди искренне открыты и стремясь к этой открытости, к этому общению, приносят в этом общении плоды правды, такие как любовь, такие как прощение, потому что, чтобы быть открытыми, нужно прощать очень часто. Непрощение, обиды людям не дают возможности ходить во свете. Если вы стремитесь ко свету, вам что-то нужно будет с этими вещами делать. Да или нет? Вам что-то нужно будет делать. Не само общение, что мы с Наташей поговорили, было бы клево. Чтобы мы с Наташей поговорили, из-за этого у меня за ночь я так проснулась, и все грехи мои простились. Вы же понимаете, что это вопреки вообще сути Евангелия. Покаяние приносит прощение, а не общение с людьми приносит общение. Если мы берем сейчас сбалансированное другое место и суть Евангелия, то что-то тут не сходится. Общение во свете призывает людей к работе над собой, очень глубоко и серьезно, потому что если вы ходите в духовных греках относительно брата, вы даже если себя заставите прийти в общение, ваши глаза будут смотреть в пол, вверх, но не глаза в глаза. Никакого общения во свете не будет. Общение во свете – это общение открытое, искреннее. Его достигнуть можно только принося плоды духовные. И я думаю, что вот это приносит очищение от грехов. То есть я предложила вам версию ответа на вопрос «как?». Не ответа на вопрос «что?». Что написано? Я предложила вам свою версию ответа на вопрос «как происходит практически этот процесс?». Как вариант. Дальше. Если же говорим, что греха не имеем, обманываем самих себя. Кому мы говорим, что у нас нет греха? Сами себе. Сами себе, да. Мы не можем признаваться. По-моему, это совершенно доказывает предыдущий контекст, который я сейчас озвучила. То есть, если люди считают, что они безгреховны, то есть они не признают своих проблем, скажем так, то они находятся в самообмане, и фактически во свет или к покаянию им даже нет причины идти. Они уже себя обманули изначально. Они обманывают сами себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем опять кому? Речь идет о признании и почему-то словесном, друзья. Почему-то словесном. Почему-то с человеком что-то происходит, когда он озвучивает, он может постоянно носить в себе нечто всю жизнь до момента, пока не скажет это вслух. Почему так работает? Вы знаете, иногда так, может быть, вы были в этом или видели, как делали это другие, что вот, допустим, я хочу, чтобы ты, я хочу тебе что-то сказать. Я хочу у тебя попросить прощения. Мы на Йом-Кипур много уделяли этому внимания, что не поступать, и человек приходит, говорит, я хочу попросить у тебя прощения. «Да ладно, что ты начинаешь, да все нормально, да». У нас одна сестра у группы людей просила прощения. И вот так, «Да ладно, да что ты, да ладно, все нормально, вот это не начинай». И это неправильно было вообще, ну массово неправильно, потому что, если человек начал открывать свои уста, чтобы сказать то, что ему тяжело, не надо, «Да что ты-то типа, тихо тут никому, все нормально». Ненормально, если человеку есть нужда исповедовать публично грех, это он испытывает необходимость в очищении. И не надо умолять, его мучает грех, который он сделал. Зачем вы его умоляете? Это в ваших глазах он ничто. В жизни этого человека это камень, который он хочет сбросить. Дайте возможность этому человеку исповедовать этот грех. Что-то с нами происходит на уровне психики, когда мы исповедуем наши грехи. Что-то с нами происходит. И люди очень часто стремятся, чтобы освободиться от бремени, сказать вслух, сказать кому-то это. И если говорим, что мы не согрешили, то мы представляем его лживым, ну то есть таких людей, которые совершенные, которым не надо очищаться, вообще не существует в природе. Если мы так думаем о себе, то мы первые куда-то уже не туда попали. Якова 5.14 «Болен, если кто из вас, пусть призовет пресвятеров в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его, и обычно на этом аминь говорят». Но текст продолжается. И если он сделал грехи, то простятся ему, и признавайтесь друг другу в проступках, и молитесь за друга, чтобы исцелиться. Так вот, не просто призовите, чтобы помазали, и чтобы исцелился человек, а для того, чтобы исцелиться, еще есть вот эта часть исповедания греха. Теперь я записала себе как практические задания в группах. Как часто вы сталкивались с этой практикой, когда вас, как лидеров, приглашали домой помолиться за больных с исповеданием греха? Ты участвовал в таком? Кто еще в этом участвовал? Посмотрите, как нас много. Мы с этим не сталкивались с вами. Практическое задание в группах вот какое. Есть четыре вопроса, вы на них дадите ответы в трех группах. Мы сейчас разделимся по... Сколько нас тут? Давайте по четыре человека. Организуем группы по четыре человека. Вопросы такие. Есть ли необходимость в исповеди сегодня? Насколько популярна эта практика в евангельских общинах, на ваш взгляд? Первое. Есть ли необходимо вот в такой исповеди человеку? Есть ли необходимость сегодня? Вы должны вместе коллегиально, коллективно дать ответы на эти вопросы и от своей группы спикера послать, которая звучит ваше коллективное решение. Сегодня это как? В наши дни. А, в наши дни. Сейчас, да. Насколько популярна эта практика, на ваш взгляд, опять же, в евангельских общинах? То есть, я имею в виду не католических и не православных. Как часто и кому нужно исповедоваться, на ваш взгляд? Если нужно вообще, да, ну, по умолчанию. И последний вопрос, что должно измениться, чтобы практика исповеди была рабочей, опять, если вы считаете, что это необходимо. Вопросы понятны. Третий, как часто и кому нужно исповедоваться? Что должно измениться, чтобы практика исповеди была рабочей? Эта тема очень тесно связана с душепопечением в церкви. если вы понимаете необходимость этой практики, вы будете понимать, какая роль у душепопечителя также вот есть относительно исповеди. И дальше поговорим, как вести человека в это место. и очень важно, чтобы вы говорили то, что вы на самом деле думаете, потому что я долгое время понимаю, что исповедь человеку существует, вообще не понимала, кому это надо. Ну, честно, и вот я необходимости такой до времени не имела вообще. Я привыкла без нее жить, знаете ли, привыкла. Привыкла справляться с трудностями без нее вдруг опа, что-то надо исповедоваться. Мне не надо. Если так обстоят дела, вы выносите решение на ответы на вопрос относительно вашего понимания. Не надо? Почему не надо? Хорошо? Мы считаем, что необходимость в исповедении и исповедании нужно, колоссально нужно, потому что оно приносит свободу нам, нашей внутренности, потому что свобода, если мы имеем какую-то обиду, непрощение или что-то против брата, то есть это груз, который мешает нам в отношениях с Богом. Потому что как Ешо учил на Гольной проповеди, если приходишь к жертвеннику, ты знаешь, что ты не примирен с братом, что ты имеешь или брат против тебя имеют, ты должен оставить и примириться с человеком сначала, тогда Бог примет твою жертву. То есть это очень важно для нас, как христиан, это понимать. То, чтобы мы имели правильное отношение друг с другом. И даже если мы имеем какой-то грехи своих, то есть правильно также исповедовать человеку для того, чтобы освободиться от того прошлого, что у него было, которое давит. Второй вопрос. Насколько это популярно? в моей практике в жизни это крайне непопулярно. Почему-то люди этого избегают. Во многом есть страх людей, а что бы мне скажут. Это стеснение в первую очередь. Это неудобно. люди просто боятся на самом деле. Почему? Потому что многие, которые могут открываться, они ранились, а люди, которые могут неправильно подумать или осудить, то есть с суждением сталкиваются, люди закрываются. И в практике получается, что люди просто боятся того, чтобы их не осудили. Последствия. Последствия, да. Как часто и кому надо исповедоваться? Как часто. Если человек согрешил, то надо исповедоваться. Это должен быть стиль нашей жизни. стиль нашей жизни. То есть мы согрешил, значит исповедоваться перед Богом, перед человеком. Покаяние. Кому? Ну, как бы, конечно, в первую очередь, наверное, это лидерам, как написано, пресвитерам церкви, общин. Надо Богу исповедовать. В первую очередь, Богу, это понятно, да. Лидерам служения, то есть кому ты доверяешь, конечно. Потому что, опять-таки, если ты не доверяешь чеку, ты ему не откроешься. То есть, в первую очередь, это пастырям, лидерам, пресвитерам, как бы, в первую очередь, нужно исповедоваться. что сделать, чтобы это была практика в общинах, это об этом надо говорить всеобщее, чтобы учение должно быть, об этом говорить должно, потому что нечасто об этом говорится, об слове, да, не друг другу, в церквях. я давно не помню, чтобы это я слышал, как бы, может быть, это я не слышал. Ну, то есть, об этом нужно учить и говорить постоянно, когда люди будут доходить к слову, оно будет приходить к людям постепенно. постепенно, не сразу же, правда, да. Это со временем приходит, сразу там и получится. Спасибо. Расширенно рассказал, что там практически даже добавлять нечего. Ну, может быть, есть что-то, что вот он не сказал? Необходимость исповеди, она есть в церкви, и эта практика, она не популярна. я могу сказать от себя просто свидетельство со своей жизни, когда Бог через исповедь освободил меня от греха, который появился после того, как я приняла Иисуса. И этот грех, он начал господствовать в моей жизни. Я была на курсах лидеров подготовки по реабилитации, и меня Дух Святой побудил сказать вслух и попросить, чтобы за меня вся группа помолилась. И после этой молитвы я получила свободу. Поэтому я могу сказать то, что это не говорит о том, что надо ходить каяться каждую минуту, но есть ситуации, когда человек, может быть, даже побуждаем Духом Святым, может через исповедание получить свободу в тех вещах, которые начинают восподствовать над его душой. Это как бы такой момент. Это по поводу того, насколько часто кому исповедоваться. Во-первых, должны быть люди, которым мы доверяем. Но есть люди, у которых нету близких братьев и сестер. То есть тут вот такой вопрос открытости самого человека. И в церкви, я так понимаю, должны быть люди, о которых должны знать как прихожане, не знаю, как назвать тело, которое приходит христиане, что этим людям можно доверять. Что этот служитель выделен для этой работы. у них должен быть высокий уровень доверия, критерий самый главный. Потому что если не будет доверия, то вся эта работа это только вредительство будет человеческой души. Однозначно. И разбивание всяческого авторитета служителя. потому что человек может открыться и когда он в ответ увидит какую-то агрессию или осуждение он закроется и вообще он может приткнуться. Поэтому вот этот момент очень важен, что в теле Христа должны быть люди, которые несут такое служение. Но это люди должны быть подготовлены Господом, потому что это надо слушать людей. Это надо уметь слушать. И при этом не жить жизнью этих людей. Это еще надо уметь, друзья. Это ого. Надо уметь закрываться от этих вещей и не носить каждого на своих плечах каждую минуту. потому что у меня есть практика я не смогла даже в больнице работать из-за того, что я носила каждого больного скорой помощи и я поняла, что у меня не хватит на всех больных. А есть люди, которые делают это совершенно спокойно? Человек удовольствие от уколов получает. Для нее шлепать эти капельницы это как печенье кушать. Зато я поняла другое, что я могу людей слушать, а уколы делать не люблю. Да, так что это вот так. Спасибо большое. Если вы знаете, есть грехи, которые совершены перед Богом и они не касаются людей. Вы не навредили человеку, но вы ходите предположим с ненавистью или с завистью к нему. И я думаю, что не самая лучшая идея подойти и сказать «Слышь, Наташа, я тебя все время завидую». Это я знаю такое рассказывали о такой практике, когда братья услышали эту в каком-то центре услышали вот тему исповеди и один решил быть честной перед женой и пошел и рассказал про все измены. Ну и они развелись после этого. Что ты сделал, когда ты это сделал? Ты извините, грязь себя слил на другого человека, а теперь он должен с этим жить. То есть вот тут очень… Ну здесь нужна мудрость и здесь нужен консультант, честно говоря, в таких вопросах. Есть грехи, которые у человека, есть его личные, внутренние по отношению к Богу, по отношению к его вообще духовному положению, неправильному. Есть проступки, которые люди совершили против кого-то. Здесь написано, когда исповедуетесь в проступках, то понятно, что речь идет о действиях, речь идет о действиях, о признании своей вины. Иногда это серьезная какая-то ноша внутри человека, с которой он ходит годами, и это никаким образом не связано с обществом, в котором он сейчас находится. Тогда ему нужен пресвитер, тогда ему нужен пастор, тогда ему нужен служитель, с которым бы он просто вслух мог об этом поговорить. вот как сестра рассказала о примере публичного исповедания, ей нужна была свобода, это ее личная нужда была освободиться от какой-то проблемы, и она сделала это публично в определенной группе. Есть разные виды исповедания, и человек может действительно быть перед Богом, и есть та часть исповедания, которую нужно и необходимо делать перед людьми. Но вот уж точно, если вы не нагрешили, если вы нагрешили против человека, то у Бога просещение как-то только лишь у Бога как-то очень нечестно. У нас одна сестра так любила, сложно очень. Человек наделает беды кругом. Потом говорит, Бог меня простил. Я вчера покаялась. Еще хуже от этого было. На нее люди злились еще больше, потому что это вообще не признавало свои проблемы перед людьми. Поэтому исповедоваться нужно перед Богом, исповедоваться нужно перед людьми, исправлять свое поведение, признавать свои недостатки нужно перед теми, перед кем вы это совершили. Вот эти направленности нужно отличать и сейчас перерыв. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова